МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Занялись после появления в социальных сетях информацией о том, что в одном из общежитий города в душевой комнате частично отвалилась потолочная обшивка. Следственное управление выяснит, есть ли в данном ЧП факт бездействия чиновников и вина управляющей компании. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили жильцов и представителей подрядчика, оказывающего услуги в общежитии. По словам жителей, вода накапливалась в перекрытии между этажами, вот потолок и не выдержал нагрузки. К слову, деревянное здание признано аварийным. Позвонили в аварийную службу, подали заявку, что обрушится потолок. Ну, они приехали в течение, может, 20 минут, полчаса. То есть быстро приехали? Да, приехали, как бы, закрыли дверь, чтобы посторонние не входили. Публикацию сделала в соцсетях я. Как бы я этого не скрываю, потому что, как бы, сами понимаете, если не опубликуешь в соцсетях, то есть дальше дело у нас не сдвинется, потому что не первый случай, как бы, даже по мелкой. То есть здесь по сантехнике, по электрике у нас, мы подаем заявки, мы, как бы, должны ждать. Нам говорят, ждите, материалы поступят. Когда поступят, ждем машины. То есть бывало такое, что конеца не делали несущего. В Лабытнанге поймали наркозбытчика. Ранее судимого уроженца Челябинской области изъяли контейнер с веществом синтетического происхождения. Злоумышленник пояснил полицейским, что наркотик хоронил с целью сбыта на территории Салихарда. Ведется следствие. Мужчина заключен под стражу. Жителю Ноябрьской грозит срок за кражу строительных инструментов. Он вскрыл замок и проник в подвальное помещение, где и поживился чужим имуществом. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 17 тысяч рублей. Подозреваемый ранее судимый мужчина 71 года рождения. Он признал вину и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. До суда северянин будет находиться под подпиской о невыезде. Автарка Сали расследуется уголовное дело о краже с банковской карты. Местный житель нашел на улице чужую карточку и потратил с нее 6 тысяч рублей. Оплатил продукты, одежду и немного развлекся. Хозяйка заметила пропажу только тогда, когда увидела СМС-уведомление о списании со счета. Похитителя полицейские нашли. Им оказался 25-летний иностранец, приехавший в Пуровский район на заработки. Сейчас он под подпиской о невыезде. Мошенники развели двоих ямальцев на 3 миллиона рублей. Житель Лабетнанги потерял более 2 миллионов. Он повелся на сказке злоумышленника, который представился работником брокерской фирмы. И под предлогом торговли акциями на биржевой интернет-платформе убедил потерпевшего перевести деньги. Второй жертвой стал Надымчанин. За два месяца он перечислил лже-сотруднику банка более миллиона рублей. Мошенник звонил с разных номеров и говорил мужчине, что его деньги в опасности и их нужно перевести на безопасный счет. В обык случаях были заведены уголовные дела по статье мошенничества. Поживились мошенники и в Ноябрьске. Жертвой стал пенсионер. Ему через мессенджер позвонил мужчина, представился сотрудником банка и убедил северянина, что на него кто-то пытается оформить кредит. Чтобы обезопасить себя, потерпевший оформил на свое имя кредит, а деньги перевел на счет, указанный мошенником. И потерял их. К этому часу у меня все новости. Не доверяйте проходимцам. И до встречи в эфире. Сколько можно перебирать варианты в интернете? Это неудобно. Удобно понять, что тебе удобно, а главное доступно. Мебель Плюс предлагает огромный выбор мягкой мебели. Кроватей, столов и стульев в наличии и на заказ. Мебель Плюс. Лучшая мебель по лучшей цене. Открытие нового магазина по адресу улица Крайняя, 8.